Здравствуйте, друзья, с вами Форд и канал Кутс Ченнел. И мы продолжаем нашу игру в мультиплеере. Сегодня мы будем доставлять брёвна и попутно заедем на заправку, заправим вот эту канистру. Ну и сами заправимся, наверное, штат. Форд делаем на карте Вулкан. На таких вот чудесных, я на Мазе 535. А я на Мазе 770-10. Такие мы крутые ребята, ладненько, поехали. На данные грузовые автомобили у нас уже обзор есть. Не стесняйтесь, переходите, смотрите. У меня, правда, на Маз 74-10 с полёсной базой 16 на 16. Маз 73-10 отключается на полёсной базой 8 на 8. Да всё-всё, мы поняли, википедию все умеют читать. Да-да. А что же делать? Слышишь, а колёса на вот эти Мазы можно менять? Ты не смотрел? Ну, может, какие-то там покруче есть? Или куда уже круче? В этой модификации нету возможности. Вот печалька. Так что, поехали направо или налево? Сейчас, подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Поехали направо. Налево на одну заправку дорога, направо на вторую, наверное. Направо, подожди, ты направо там выйдешь? Там я вижу какие-то голимые дороги. Там чёткая дорога дальше направо. Ну, давай. Так, я дифференциал себе отключил, типа, с понтом экономлю. А я ничего не экономлю. Кстати, прикинь, прикинь, помнишь, я типа, в прошлом выпуске говорил, что типа, кто доживёт до этого момента, там, где-то на 50-й минуте. Да-да-да. Так мне человек 10-15, отписалось же, типа, мы дожили, и всё нормально там траливали. Какие мы просто популярные. Да, так что смотрят нас, как ни странно. Да, этот масс вообще чудненький по сравнению с Уралом, уже на Уралы не хочется переседать. Э, ты там аварийку включай, или шо, когда едешь назад? Как идея, я могу пикать тебя. А то, что ты не один на карте. Куда нам? Налево, за тобой, правильно? Да, за мной. А что ты назад сдавал? Типа, не вписался? Да. Сейчас чувствую, и я не впишусь. Не, нормально. Давай-давай, поехали. На вулкане я вот катался, часто я не понимал, куда дороги идут, как ехать. Но в итоге ты же запомнил дорогу, я надеюсь. Я ездил на лесовоз, или как он называется? На лесоповал? Да, на лесоповал я ездил, а не ездил. Я назад ездил. Топодожди, стой, 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 стой. Давай. А вот на заправку я не ездил. Ну ничего, сейчас поедет. Потому что в простой игре данный МАЗ полностью заправлен под биток. А сейчас у нас всего лишь по 200 литров, и у меня уже осталось 138 литров. У меня 154. Кус, так смотри, в чем прикол. Ты же играешь в другую версию, и скорее всего, что у меня эти все баги просто поправили. Понял? Они типа, и в обычной игре, если ты будешь в эту версию играть... Ты же говорил сам, что моды обозреваешь, но не на этой версии. Нет, не на этой версии. Ну вот поэтому у тебя и бензина там больше. Так, давайте посмотрим. Где мы? Точнее, не бензин, а топливо. Это ж, наверное, соляр, а не бензин. Я так думаю. Так, заправка где-то у нас вот по левой стороне. Да, у меня уже 148 литр осталось у тебя. Да, у меня еще меньше. Печалька. Нам точно не направо. Нам налево куда-то нужно ехать. Ты налево хочешь и по широкой дороге вверх? Да, куда-то туда. Ну давай налево. Потому что направо мы точно не выезжаем. Нам направо. Ну да, все правильно, надо налево. Да ты типа разворачиваешься? Да нет, прямо еду, вижу там дорогу. Ты в гору туда хочешь? А? Ты в гору хочешь? Да. Я думал, по широкой налево поедем. Да нет, хочу спуститься вот здесь. Куда мы там заедем, я что-то не пойму. Ты что гонишь? Так интереснее так. Куда интереснее, там гора и все. Там дорога есть. Где? Дальше, я тебе говорю, там дорога есть. Нам главное спуститься вниз. Я бы по горе сейчас поехал бы налево, вот назад и все нормально было бы. Ну ладно, давай сегодня ты ведешь. Так мне интересно. Ага, мне особенно с прицепом вообще зашибись. А что ты сейчас делаешь? Ты между двух соседей хочешь проехать? Да. Ничего себе, ты рисковый парень. А ты подумал, как я туда поеду? Нормально. Ну-ну, сейчас посмотрим. Я думаю, ты проедешь только так. Я просто дороги там нифига не вижу. Да тут самое главное спуститься. Ну ладно. Умеешь уговаривать. Экспедитор хренов. Нормально. А что ты сосну вот эту маленькую не повалил? Не знаю. Сейчас я его шатаю. Такой плохой водитель едет. Сейчас я его шатаю и ничего там не надо пролазить. И не только чувствую сосну. О, вот так вот Сережа все проезжает. Так, у меня уже 97 метров осталось. У меня 137. Ну и дальше куда? Под гору. Поехали под гору, а что делать? У меня есть такое складывается впечатление, что у тебя что-то другое на карте, чем у меня. Потому что я реально не вижу, куда ехать. Что-то может не заберемся. Ну я вижу, как ты удачно все это дело проезжаешь. Ну типа дорога есть, но дороги и сосны есть. Так а что ты стоишь, проезжай вперед. Куда вперед, там дороги нет. Я вот хочу посмотреть, как ты поедешь. Если бы не эти сосны. Вот Урал хорош тем, что он поменьше будет габаритами. То есть ты предлагаешь вот сюда ехать, да? Куда я был? Да. Это ну нереально, не. Кус, это неправильно. Давай короче выезжать отсюда. А что там, дальше дороги нет? Да нету там ничего, там ну куда? Да, тут все. Вот жесткая, жесткая. Да не. А как же нам туда попасть? На это забрал. Не знаю, не знаю. Сейчас будем смотреть. Ну смотри по карте на вот. Ладно, поехали. Я еще сейчас буду разворачиваться до послезавтра. На тебе. Ты решил меня ушатать? Ну да. Ох, я экстремальный паренек. У меня уже 72 литра. Заехали в сосны в буквальном смысле. Эх, Маз, давай, греби. Это ты разворачиваешься так или что-то? Ну я тебе подъеду назад, да. Ничего себе. Я тебе так не советую. Я так и не собираюсь. Вот, так нормалек, слышишь? Вообще огонь. Опа. Я все увидел. Четенько. Вот, выезжаем на дорогу. Едем где-то вот туда. А ну-ка посмотрим по карте. Ну и нам по серпатину, по идее, мы выедем. Сейчас вот так вот поедем и выедем. А так надо было изначально и ехать. Я хотел изведать. Ну в общем, я поехал там, догонишь. Если что, я приеду уже с цинстерной. Ну давай. Ты езжу, куда доедешь, там не станешь. Да я в соснах застрял. Ну вот как раз. Да, тут серпантин идет и все будет четенько. Если бензина, конечно, хватит. 100 литр. Да, немножко покатаемся без куца. Но ничего, ничего. Я думаю, ему есть чем заняться. Я тут продолжаю узнавать бездорожье. Так, у меня уже 37 литров. Да, нам нужно было изначально ехать вот сюда. На заправку. Ну если я, конечно, прямо не наеду. Потому что мне тоже может топлива не хватить. Кстати, такая странная карта, если честно. Такие грузовики дали мощные, а что-то болота я особо пока и не вижу. Поверь, они есть. Да? Да. Кстати, в этой версии еще больше сделали, чтобы еще быстрее заканчивалось топливо. Вот такая фишка интересная. Ну если что, то у меня уже 25 литров осталось. Ну у меня 90. И, наверное, нужно было на заправку с самого начала по левой стороне ехать вдоль берега и, наверное, все получилось. Ну вот сейчас я надеюсь, что мне хватит времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь мы можем вернуться на базу? Я думаю, да. Но я вот, короче, приехал в тупик. И не знаю, что делать. И сколько у тебя осталось топлива? 87 литров, но я приехал вообще как-то грустно. В общем, сейчас я могу утонуть. А ты говорил, болото, болото. Тут нету. Ты же говорил, что... Сейчас попробуем, конечно. Ох, ребятки. Мне вулкан-карта понравилась тем, что действительно бездорожье большое. Много извилистых дорог. У нас большие грузовики. Их тяжело проезжать. Много водоемов. Куца, ты за мной едешь? Я вообще не знаю, где ты. Ну куда? Едь по левой стороне. О, так я вижу, где ты. Так ты вообще на заправку где-то не попадаешь. Нормально я все там попадаю. Я сейчас еще и точку открою. Тут, короче, дорога. Все тут нормально проезжается. Интересно, куда я еду, если у меня осталось всего 6 литров? На 5 уже. Ну, у меня тоже не очень много. Кстати, что-то меня так нехиленько сносит. Ну что, попробуем поплавать? Сейчас смотри, я точку открою. Открывай. А, у меня уже 0 литровых топлива закончилось. Сколько у тебя, ты говоришь? 63. Ну, в принципе, если там дорога прямая до заправки, то ты доберешься. Давай подождем тогда. Так, вот смотри, я открыл. Смотри на карту, что там. И что я открыл? Ага. То есть, если я поеду... Нет. Заправка, короче, не так. Я даже не знаю, как на эту заправку заезжать. Смотри, я открыл. И если ехать по широкой дороге, то... Ну, не знаю, в общем. Форд. Да. Ты не поверишь, я пересел на УАЗик. О, так давай на УАЗик где-то что-то поищи. Так я вот и на левой стороне и буду сейчас искать. Ну, что УАЗик в народе, который именуется Козликом? А я тут такие именно бездорожья покоряю, что аж самому страшно. А на УАЗе полностью 80 литров заправлено с 80. У нас сегодняшний обзор не как всегда. Мы вот с Фордом как-то разъехались по разным дорогам. Ну, это нормально. Особенно у меня. Мне тупо просто не хватит топлива. Я бы еще доехал, я думаю. Ах. Так. Так, давай, давай, родной. И опять его сносит. Короче, у тебя тоже скоро топлива не будет? Да, 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 уже все. И наш УАЗик этому тоже не в помощь, потому что на него нельзя тоже никакую цистерну установить. Согласен. И получается, что у нас миссия провалена. Ну, получается все грустно и печально. Ну, а без заправки... В следующем выпуске у нас должно все получиться. Ну, я не знаю, без заправки сможем ли мы там доехать, куда нам надо. Ну, так нам просто нужно найти хорошую дорогу к заправке. То ли слева, то ли справа. Вот сейчас я еду. Хочу проехать к заправке, которая слева. Ну, знаешь, я этого не смогу сделать. Потому что Бобик не проедет. Потому что Бобик перевезет буст. В общем, ладенько, друзья. Будем считать, что на этом наша сегодняшняя часть закончилась. В следующий раз опять будем пробовать найти на заправку, да? Да, 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 да. Ну, все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.